Группный план. Очень известный, очень фактурный, авантюрист. Прекрасный совершенно. Ну, по-разному, конечно, сейчас оценки. Нет, ну, надо разбирать вообще жизненную канву. Чека вышла прекрасная книжка с очень таким зубодробительным названием «Пантократор солнечных пылинок». Первая, по-моему, единственная книжка о Ленине, написанная легко. То есть, современным языком, современными примерами. Достаточно неизвительно, в то же время уважительно описывает его жизненный путь. Откуда выросли ноги, так сказать, у самолета. Как Владимир Ильич рос, как он фактически стал тем, кем он стал. И плюс я вчера буквально пролистал чей-то журнал и истории о том, как Владимира Ильича ограбили. Ну, жулики. В 18-м году. Ну, время такое было. Шебутное. Да, его остановили бандиты. Владимир Ильич предвел пропуск и заявил, что я же Ленин. К его счастью, главарь бандитов не расслышал. Потому что Ленины бы, они начали тут же менять на большие деньги. Он говорил, а, Левин! Как ты думаешь, что ты Левин? И отпустили его. Машину забрали, деньги забрали, все забрали. Отпустили. И спохватились, отъехав квартала два или три. То есть, рассмотрев пропуск. То есть, такая была тяжелая жизнь у Владимира Ильича. Сложная. Ну, ты знаешь, я как историк по образованию, все-таки научили меня так. Я придерживаюсь принципа историзма, когда о временах прошлых и о делах минувших ты все-таки не можешь судить с точки зрения современного периода, современной эпохи, потому что сразу же тебя нет ругать и все переиначивать. А почему они так поступали, а не иначе? В общем, уважительное отношение. Ну, было и было. Может быть, когда-то и через много лет нашу теперешнюю эпоху коронавируса, мы тоже будем... Эпоха коронавируса. Эпоха коронавируса. Валу, все проще. Ну, тянет уже такие громкие слова, используя то, что что-то затягивается все это дело. Я сегодня никому-то писал в фейсбуке, издевался, говорю, эпоха великой самоизоляции. Коронавирусной депрессии. Да, но единственное, что за эту эпоху пока я запомнил, что мне понравилось, это реклама порноса, это порноха. Так, 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 осторожно. Великолепная фраза. You can't touch yourself. Ну, то есть, совершенно гениальное реклама. Замбавно. Да. Ну, вернувшись, собственно, к кризису, да. Да. Продолжим разговор про эти нелегкие времена. Тут я поменяю немножко формат и задам тебе вопрос. Что ты сам думаешь по этой ситуации, на самом деле? Ну, постепенно приходит понимание, что это надолго, и так просто мы с этим не разделаемся. Время и с одной стороны очень тяжелое, но с другой стороны я понимаю, что оно и интересное в плане появляющихся возможностей. Ужасно хочется, вот сейчас поменяем формат. Ужасно хочется задать вопрос. Что ты понимаешь под вариантом разделаться с этим? Разделаться с этим? Да. Вот что это такое? Как же это мы разделаемся-то с этим? Ну, я имею в виду окончание пандемии, когда либо мы все переболеем этим, либо всевозможными запретительными заградительными мерами, мы это остановим дело. Вот мне нравится, кстати, в Швеции, да, я так понимаю, там власти-то как раз исходили из того, что давайте мы лучше все переболеем, иммунитет к этому делу выработается, и никаких у нас ограничительных мер не будет. Хотя могу ошибаться. Сложнейший вопрос, потому что сколько я вижу сообщений от врачей, недавно все негодовали по поводу отсутствия аппаратов ИВЛ, совсем недавно говорят, что в принципе эти аппараты не нужны, и вирус дает не столько на легкие, сколько на сердце, то есть там черт ногу сломит сейчас на самом деле, даже во врачебных рекомендациях. Вот смотри, сколько такой информации подозрительной, какой-то вот двусмысленной, да, я тоже читал эти новости сообщения нашего правительства. И самое главное, совершенно непонятно, каким образом принимать в этой ситуации решения. То есть если изначально не принято четких, ясных решений, они не приняты, я имею в виду, это уже наша правительство, наша страна, они не приняты, они приняты ситуативно, как, впрочем, вот ты помнишь второе обращение, второе, то ли, а, первое обращение Путина, где он в одну солянку вкинул там... 25 апреля, да. Да, да, и совершенно правильное повышение налогов, и выплаты, и это, и то, и сё, как будто собрались пять человек, быстро обменялись мнением, выписали на бумажке, а потом Владимир Владимирович зачитал. Вот у меня ощущение вот этой солянки, того, что всё делается сикость-накость, и как бы, что бы, под как бы, это, ну, примерно вот так, вот у меня есть это ощущение. Ну, мне нравится вот этот популярный интернет-мем, их сейчас много, развелось очень, да, то есть в режиме, то есть страна живёт в режиме ХЗ, кто управляет ХЗ, что делать ХЗ, ну, и так далее, ХЗ, ХЗ. Смешно, но... Это не смешно. Это ведь трагично на самом-то деле. Не смешно совершенно, потому что, понимаешь, у меня последние дни буквально не оставляет мысль, что в принципе, ну, человек так устроен, люди простят власть и жестокость, простят необоснованные репрессии, простят... Забудут, в смысле, да, с течением времени? Нет, простят. Простят, конечно, простят. Особенность наша такая, прощать любые изуверства власти. Это любого человека, нет, понимаешь, этим изуверством придумают объяснение, это будет скрыто, это не будет осуждаться. Но никогда и никакой власти никто не простит бездействие и потери управляемости. Это сто раз проверялось. Как только власть показывает, что она не может справиться с проблемой, вот реально не может, это означает закат этой власти. То есть, если сейчас, ну, это субъективное мнение, если сейчас не будет предпринято никаких реальных шагов для того, чтобы нормализовать ситуацию в стране, начиная с этого карантина. Я не знаю, я ни эпидемиолог, ни вирусовок, у меня нет образования в этой области, но я понимаю, что если сейчас этот карантин быстро, как можно быстрее не прекратить, то дальнейшие вот эти разъедающие, эрозионные процессы в экономике, они приобретут какой-то нездоровый совсем характер, характер болезни. Но в основе бездействия, согласись, тоже могут лежать разные факторы. Например? Власть там не может, или, не знаю, потеряла связь с реальностью, потеряла конкретные рычаги управления. Почему она бездействует? Тут тоже можно, наверное, долго разбираться и размышлять. Ну, ты ответил на этот вопрос, тут не надо долго знать. Да, уже ответил. Конечно. Ну, ты же сказал, потеряла связь. Потеряла связь. Потеряла рычаги управления. Ну, это опять означает о том, что власть не выполняет свои функции, просто не выполняет. Возникает вопрос, ребят, а зачем, зачем вы нам? Вот такое смешное, это, в общем, самое интересное, я никогда не был оппозиционером, да. Мне неинтересно, это вообще неинтересно никак. Я никогда не критиковал власть, просто потому, что считаю критику властью делом глупым. То есть, если мы, но для меня власть как техническое устройство, да, как компьютер. Ну, как некая услуга, как некий механизм, который механизм, благодаря которому... Объединяет разные звенья, и это всё функционирует. Да, да, да. Если он не функционирует, ну, значит, что-то надо с ним делать, наверное. Вот этот вопрос, конечно, интересный. И как будет развиваться, ну, возвращаясь к любимому родному вячу, Коева, я... Давай, пора возвращаться, может, почти 10 минут, что-то так витаем где-то в облаках. Меня не погладят по головке, мне скажут владельцы компании, что, Володя, ты тратишь с радио время не на пропаганду вятича, а практически на автопик. Так вот, возвращаясь... Хорошо, Евгений Николаевич, сейчас давайте... Ничего страшного. Вернёмся. По отношению к вятичу всё очень просто. Мы вот вчера говорили на эту тему, то есть кризис, который сейчас развивается, да, ну, для нас мы существуем в кризисных условиях вятич, существует, ну, лет 10 минимум. И мы начали сравнивать это в разговоре, было между остальной кировской пищевкой, да, пищевой промышленностью. И мы уникальны. Это объективный кризис, хочется сразу спросить, то есть это внешние какие-то факторы? Да, конечно. Нас пинают всё время, пинают, и мы вынуждены выкручиваться. Конечно, конечно, всё же чрезвычайно просто. Мы берём, там, не знаю, уважаемых, прекрасных людей, например, там, не знаю, Сураева с молочным комбинентом, Савиных с Маргариновым, да, то есть, ну, они несопоставимы в чём-то с нами, в чём-то и по объёму, ну, история, концепция, да, много очень пересечений. Есть общие пересечения, есть такие общие, как бы, точки сопоставения есть во многом. Но ни у Савиных, ни у Сураева никогда не было конкуренции такой, как у нас, несопоставимой. Потому что Вятич вынужден конкурировать с транснациональными компаниями. Подожди, а в молочке Вимбельдан? Хочется сразу поспорить. Тоже транснациональная корпорация, на которой... Вимбельдан конкурирует с Сураевским. Ну, ты посмотри, кусочек там занимает Вимбельдан в продаже. Ну, по-моему, этому посвящали мы много эфиров. И наши молочники... Володь, зайди в молочники... Нет, молочники... Довольно... Понятно, да. Что-то у молочников Вимбельдан может отобрать. 5%, 10%, может быть, рынка, да. Но в Кирове никогда, ни за предыдущее, ни за ближайшее время, реально Вимбельдан не отберет. С майонезом, да, конечно, там 3-4 марки есть, которые наступают на пятки здраво. Там Свобода, там Мистер Рико, Махеев, то же самое. Ну, да, на слуху все эти бренды. Да, все понятно. Но это не та конкуренция, потому что ты заходишь в магазин и смотришь на пивную полку, да, и ты видишь там десятки брендов, каждый, который изгаляется как может, по ценнику демпингует такое количество. То есть просто никто ведь не душит ни здраво, ни Сураева ценами так, как душат нас. А нас душат уже 10 лет подряд. То есть понятно, да, и эта ситуация вот именно вот постоянного давления, она у нас как бы нормальная для нас. Слушай, у меня сейчас возникла... Ну, я немножко отвлекусь, у меня сейчас возникла такая мысль, безусловно, сейчас Владимир высказывает свое, как принято говорить, субъективное мнение. Субъективное. Но если мы тем самым породим дискуссию с участием представителей названных отраслей, молочной, майонез, пожалуйста, милости просим, можем сесть здесь за столом и обсудить все вместе. Нет, по-моему, если мы соберемся вот этой тёплой, милой компании... Бандой. Да, банкой, да, то я буду только за, например, потому что я всегда, во-первых, рад видеть этих людей, первое, в студии тем более, и поговорить о проблемах производства, и поговорить о проблемах сбыта, об экономической ситуации, я с огромным... В общем, руководители упомянутых и уважаемых нами предприятий можете считать это официальным приглашением. Ну, лучше, если это будет... Давайте свяжемся, давайте с вами с вами поговорим. Если сделаю я, это будет неправильно, а вот если сделаешь это ты... Да, от лица радиостанции, пожалуйста, можем поговорить. Хорошо, продолжаем. Вот, то есть для нас этот кризис, он абсолютно рукотворный, он уже продолжается примерно лет 10 где-то, да. Во-первых, с момента захода федеральных сетей, такой масштабный в Кировской области, раз. Во-вторых, у нас были волшебные законы, законы рекламы, запрещающие рекламу пива, разрешено только безалкогольной рекламы. Ну, всё время там законы-то ужесточились, насколько я помню, там что-то всё принимали, принимали. Нет, сначала началось всё с запрета рекламы пива. Этот закон, вот ещё раз, ещё раз, ещё раз повторюсь, он был принят исключительно в целях тех самых любимых к нами транснациональных корпораций. Почему? Потому что денег у них столько, что купить полку у торговой сети, то есть продавить фактически деньгами своё присутствие на рынке, для них не вопрос, категорически не вопрос. Они с самого начала сделали ставку, зачем им реклама, зачем им эти сложности нелепые, когда они просто заплатят те же деньги в торговой сети, всё, ничего больше другого. Ну, как в известном фильме, что ты будешь с этими деньгами делать? Куплю всех. Всё, во-во-во. И меня? Да, 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 совершенно правильно. Вот, то есть это первый, значит, закон на рекламе, раз, то есть у нас выключили кислород, потому что мы не можем говорить на самом деле открыто, ну не можем. То есть нам приходится вставать на уши, изобретать варианты, это с одной стороны хорошо, это как бы тренируют, а с другой стороны это лишние силы, 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 ещё раз. Второй момент запретили, когда, ну, подъём акцизов это отдельная песня. Помню, да. Да, нет, потому что стоимость бутылки пива на полке без алкогольной сестры. У нас же стоимость акцизов ежегодная, ведь у нас поднимается. Размер акцизов, вернее. Посмотри, вот я захожу в метро и вижу стоимость сока на полке, обычного сока. Он стоит больше, чем пиво без алкогольной сестры. Я не представляю себе технически, как можно сделать выжимку из яблок дороже пива без алкогольной сестры. Ну, это неосуществимо фактически. Осуществили, мы видим. И 114 рублей стоят какой-нибудь томатный... О, Господи, эти томаты, которые они восстановили из томатной пасты, собственно, на самом деле, да, они стоят... Это фантастика. То есть там прекрасно, и там нет акцизов. На пиве они есть без алкогольной сестры. Вырубили акцизы. Это тоже не в наших интересах, естественно. Потом выключили трёхлитровую тару. Вот сейчас мы её попробуем сейчас вернуть. Это буквально недавно произошло. Да. Ну, это в 17-м году. Ну, для меня это недавно. Да, совершенно недавно. Тоже обрубли кислород по многим фронтам сразу. То есть давление, 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 ужесточение, вторжение постоянное других людей на рынок. То есть мы уже 10 лет находимся в кризисе. То есть мы упорно противостоим давлению. То есть поэтому вот то, что происходит сейчас, ну, посмотрим, как оно будет развиваться. То есть на самом деле вчера... Мы, кстати, это повторяем из программы в программу. А пока что-то вот не видим конкретных каких-то действий, да? Ты имеешь в виду? Тех людей, к которым мы обращаемся, в том числе, властных структур, там, да, наших умов, отцов, государства. Отцов-основателей государства? Да, региона. Нет, отец-основатель региона, это все-таки... Это наш народ. Нет, это в самом крайнем варианте Сергей Миронович Киров, отец-основатель какой-то. Ну, сейчас многие противники поспорят, конечно. Да, бокс, боксим, что говорят противники. Суть в том, что я открывал Атвас, у меня валяется английский Атвас, изданный еще до Первой мировой войны. И там карта Российской империи, естественно. Вятская, вятка, вятская губерния, да, огромная совершенно. То есть она же в требовании... Да, 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 конечно, да. И я подумал, что вот как только не нарезали эту многострадальную вятку, как ее не переименовали, какие там отцы-основатели, ребята, придите в себя. Нормально, нормально все. Вот еще раз, надо смотреть на реальность, надо смотреть на то, что на самом деле происходит. А надежда на отцов-основателей, нет, она сохраняется. Сохраняется надежда, в первую очередь, на здравый смысл, который у людей все-таки может оставаться. Потому что обычно во время массовых каких-то неприятностей, там войны, революции, те же эпидемии, да, и люди теряют остатки здравого смысла, то есть просто теряют его. То есть они движутся потоком туда, куда движется масса, да. Ну это вот плохо, потому что при этом все экономические процессы, а экономические процессы — это здравый смысл в первую очередь. Вот они начинают буксовать. С вяческим, я думаю, ну... Ну в целом-то вот я хочу спросить, да. Все-таки несмотря на все эти проблемы с оптимизмом смотрят, компания-то в будущее. И что дает основания с оптимизмом смотреть? Как только мы перестанем смотреть с оптимизмом в будущее, надо закрывать лавочку и вешать, значит, замок на дверь и все, и всех разгонять. Потому что без оптимизма ничего делаться не будет. Это раз. Нет смысла работать без надежды на что-то лучшее. А с вяческим ситуация следующая. То есть мы не сворачиваем ни наших проектов выхода в другие регионы, раз, потом о них поговорим. Не сворачиваем ни выпуск новых сортов. Сейчас поговорим. Тоже поговорим. И самое, пожалуй, главное, вот я с тревогой сопределённой жду всё-таки падения покупательного спроса. Когда у людей денег всё меньше и меньше. Ну, у них уже меньше. Потребление пива по-прежнему сохраняется. Без алкоголя, естественно. То есть, да, эта статья, она сохраняется. Вот сейчас пока, да. То есть русский человек такой устроен, что это одна из последних статей расходов, которые он будет урезать. Ну, так принято считать, по крайней мере. Совершенно правильно, принято считать. На самом деле, ты абсолютно прав. На самом деле, сейчас ситуация уже другая. То есть поэтому неминуемо провиснет и эта статья расходов. Насколько, как, у кого вопрос. То есть я поэтому смотрю с тревогой, но у нас слишком большой запас прочности. То есть слишком большие наработки, касающиеся и новых сортов. У нас это у завода. У завода, конечно, естественно. И продвижение, и умение работать в кризисных ситуациях у нас есть. Вот эти 10 лет мы учились, учились, учились. Сейчас посмотрим, насколько эта выучка сработает. Вот так где-то. То есть я не успел. Посмеялся вчера, конечно, когда нефть упала в минус, да, ушла. Я сегодня с утра успел почитать эти новости, да, в бардах какой-то происходит. Нет, там у людей просто крики, вот мы обнулись окончательно, все погибло, все пропало. Ну, сейчас немножко восстановилось. Но, как я понимаю, бюджет нас сверстан на 42, по-моему, доллара за баррель. А сейчас она продается там 21, по-моему, если я правильно. По-моему, даже американская. Я не буду сейчас возразить, потому что что-то меня не запомнили. Ну, не суть. То есть мы в любом случае из бюджета выбили, ну, где-то процентов, я думаю, 20, 20-30 процентов. То есть он мало, ну, это, опять же, не экономическая оценка, это на вскидку, да. Но я почему, во-первых, бюджет дефицитный. Во-вторых, я крайне сомневаюсь, вот мы возвращаемся к вопросу бюджета, да, налогов и так далее. Я крайне сомневаюсь, что деньги поступят из Москвы в Кировскую область в этом году в полном объеме. Вот почему-то не верю я в это, вот не знаю почему. Мне кажется, из Москвы посоветуют Кировской области немножечко поискать у себя деньги. Ну, мы на прошлой передаче говорили на том, что... Ну, подробно, да, останавливались на этом. На том, что, ребята, мы готовы выполнять бюджет. Дайте, 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 дайте нам возможность. Дайте места, дайте возможность. Просто возможности и с красным, и с магнитом, и с пятерочкой. Ну, в первую очередь, с красным объемом. Дайте эту возможность, и у вас пополнится бюджет. Ну, пока никаких, ну, медленно, не спеша едут наши чиновники, как при Иване Грозном, на конной тяге, с голубиной почты. Вот с такой же скоростью у нас движется наша феодальная, древняя, 500-летняя система управления. Ну, вот это так и есть. Ну, да, звучит забавно, но во многом отражает суть. Это чистое. Отражает суть, собственно, происходящего. Спешить никуда не надо, тут три года скачения доскачешь. Четыре минуты до рекламной паузы. Давай поговорим о планах компании «Ветич» по выходу в другие регионы. Многое напомним, потому что поднимали эту тему ранее, а затем уже после рекламы перейдем к новым безалкогольным сортом. Я бы с огромным удовольствием сейчас тебя развернуто ответила детально, но это преждевременно. Почему? Потому что соглашения с соседними регионами у нас еще не подписаны. А какие регионы-то вообще рассматриваются? Можно озвучить? Нет, в первую очередь рассматривается Удмуртия. Удмуртия. Это Ижевск, да? Просто наша область, как известно, она уже граничит с 14 субъектами Приложского федерального округа. Пока, как точки привлажения, мы брали примерно 8. Примерно половину. Да, да. Из них пока мы понимаем, что вот какие-то усилия в Удмуртии. Мы были в Удмуртии. Но пока говорить о деталях сотрудничества, о деталях того, что мы будем делать в Удмуртии, рано. В первую очередь, потому что мы не подписали соглашение о сотрудничестве еще с правительством Удмуртийской республики. То есть, как только мы его подпишем, как только будет ясно и поставлены будут визы с обеих сторон, да, в этот момент можно будет рассуждать. В прошлой передаче ты рассказывал немножко о визите в Удмуртию. Можно найти эту передачу на сайте хакерова.ру, переслушать. Ты говорил о том, что прямо как в 90-е, да, попали? Ну, ты имеешь в виду завод, Удмуртский завод Гамбринус. Ну, мне понравились... Которые относятся к региональным тоже производителям. Да, мне понравились и люди, не понравилось производство. То есть, не понравились у своей работы, не понравилась организация. Это вятче броса 95-го года. Ну, это, я говорю, без критики Гамбринуса, просто как на людей. Просто констатация факта. Да, констатация факта. То есть, ну, посмотрим, как у нас дела пойдут в Удмуртии. Я думаю, что неплохо пойдут. А почему именно в Удмуртии? Ну, ближе всего, проще всего, легче всего. То есть, логистика? Да, и самое главное, определенные вещи, которые позволят нам зайти в розницу в Удмуртии. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, это, опять же говорю, предживейменный разговор. Мы его обсудим где-нибудь через одну-две передачи максимум. Вот так. О других регионах пока не будем вспоминать. Мы пока замерли с Калугой, потому что мы не можем договориться по цене. Это слишком дорого для нас. То есть, платить там, грубо говоря... По цене, в смысле, столько заявили... Нет, один... Ну, открытой мне картой я могу объяснить, что... Ну, да. Калужская область просит порядка 100... Сейчас скажу, 120 или 140 миллионов где-то в этом районе за участок под строительство завода. Я хотел спросить, кто конкретно просит в Калужской области? Сейчас позвоним, договоримся. Ну, понятно, да. Для нас оптимальная цена 70 вместе с коммуникацией. Завод имеется в виду, площадка? Участок. Участок под завод. Под завод, да. Где расположится предприятие? Сам завод стоит примерно полтора миллиарда. То есть, это наши будут деньги, это кредиты, скорее всего. То есть, плюсом еще практически полтора миллиарда. Конечно, конечно. Но дело в том, что вот эти 100-120 миллионов, да, ну, 120 там, скорее всего, да, это для нас слишком много, мы будем отбивать эти инвестиции достаточно долго. То есть, неинтересно. Они предлагают нам другую площадку, но другая площадка, я бы так сказал, проблемная. Потому что там нет, надо бурить скважины, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И это не совсем там, и не совсем рядом. Ну, вот, как бы пока этот проект замер московский, да. Слушай, давай поясним, я думаю, что сейчас слух, там, мозг многих таких язвительных слушателей зацепился. Ага, Вятич сбегать собрался в Калугу. Давай поясним, о какой организационно-правовой форме идет речь. Это будет филиал или что это? Вот, к сожалению, в прямом эфире я не могу материться, поэтому я не могу сказать всем этим язвительным людям направление, в котором бы они отправились вместе с гениальной мыслью про поиск там каких-то заговоров. Просто эта тема-то, она как-то периодически кем-то подогревается, она выплывает. Я не знаю, кем она подогревается. Мы никуда не собираемся в ближайшее время переезжать. Никуда, никуда ничего не девается. Мы даже не меняем юрисдикцию. То есть, ну, это, извиняюсь, решение руководителя, это владельца завода. То есть, мы не переезжаем, не меняем юрисдикцию, мы остаемся в Кире. То есть, это, ну, как бы надежда на то, что здравый смысл восторжествует в итоге не только в области экономики, но и в области, так сказать, правоохранительных органов. Ну, то есть, если планы-то сбудутся, они реализуются, это будут дочерние предприятия в Калужской области? Да, конечно. То есть, ну, это в любом случае я рассмотрю Вятич как шапочный бренд. То есть, это концепция... А это дочка будет, да, как принято так говорить? Это не дуб. Нет? Скорее всего, да, определение такое может быть. Но вот эта концепция local brand, да, местное производство. То есть, мы будем идти по этому пути, и этот путь абсолютно очерчен, он виден. То есть, мы делаем Вятич, делают продукты для Кировской области. Если мы заходим в соседний регион, мы делаем его продукты на его площадке для этой области. То есть, мы не распыляем... Мы, так скажем, на духовные скрепы этого региона, там, как-то ориентированы. Вот ты иронизируешь по поводу скрепа, между прочим, похоже... Не-не-не. К этому спокойно отношусь. Не-не, даже спокойно не надо относиться. Смотри, тут все гораздо проще. То есть, вот эта концепция мне настолько близка, не только потому, что я как бы где-то ее обдумывал тоже, да. Но близка чем? Тем, что местные силы, ну, местные производители объединяются вокруг какой-то вещи, которая делается здесь. То есть, местные силы, местные ресурсы объединяются здесь. То есть, мы получаем экономику региона. Вот Ахиллесова пята России — это деньги, распределяемые из Москвы. То есть, мы взяли нефть, это тоже бич России, кстати, абсолютно, как все полезные ископаемые, да. То есть, люди приучились жить на ренту. Это ужасно, потому что, когда человек приучается быть рантье и не собирается зарабатывать. Ну, это, вот, опять не могу это слово сказать в эфире, но это очень плохо. Ну, да. Мусли можно развивать дальше, но просто не о том, честно. Вот, если мы уходим от этой политики рантье, да, мы строим что-то, мы привлекаем местные кадры, привлекаем местные ресурсы, привлекаем местную торговлю. Все это делается в этих рамках. Налоги, в налоге от этого, как вы много раз говорили, и от продажи, и от торговли, они все остаются в регионе. И это, и тогда становится интересно и региональной власти, и жителям, и региональной власти, и экономике региона самого. Вот такая картинка где-то. Вот это лоукал бренд, в моем понимании, причем это не только производство. Ну, поговорим, пожалуйста. Да, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Ветич. Перерыв, одна минута, и мы продолжим. Группный план. Ты знаешь, поймал я тут себя на мысли, ловлю ее несколько дней подряд. Весна, ведь скоро вот это буйство красок, запахов. Да ты поэт. Время любви и так далее. Я выхожу подышать на балкон по вечерам, вот так подышать в кавычках. У меня под окном на березе дрозды гнездо свили. Там видно, что самка скоро будет усаживаться. Понятно, на что усаживаться. У меня такие мысли гнетущие. А мы забитые, залезли в свои жилища в связи с этим коронавирусом. Или нас туда загнали, уж не знаю. А природа-то живет. А мир-то он все равно движется туда, куда он должен двигаться. Нет, я не знаю. Конечно, самка усаживается, это хорошо. Хорошо. Я к тому, что лето-то не за горами. Да, я согласен. Лето не просто не за горами. Вопрос, что мы будем у него с майскими. Гигантский вопрос, как это пойдет. И садоводы, которые наши разносчики эпидемии воманутся в автобусы. Ну, в Москве, например, там уже, да, вот эти электронные пропуска. Башкирии у садоводов будет полтора часа для того, чтобы добраться от дома до дачи, до огорода. Отлично. А если он не успел? Да. Вот тут будем надеяться, что минует чаша сия, богоспасаемую Кировскую область. Вятку богоспасаемую минует. Такой колокольный звонок. Да-да-да, совершенно правильно. На заднем плане. Мы выпускаем летнее 31 наконец-то. То есть как раз... Добавляем слово безалкогольное. Естественно, без него мы вообще никуда не едем. Спасибо транснациональным компаниям за эту добавочку. Значит, как правильно называть? Летнее 31, летнее 31-е. Нет, летнее 31, конечно. 31. Ну, 31 это срок годности. У нас сейчас... А, мне вчера показывали компанию МПК, Московская пиварная компания. Вообще скоммуниздиво у нас вот это 31, у нее теперь пишут. Да, 31. Нет, они говорили раньше, но они не пишут короткий срок годности, они просто 31 день. Ну, это отлично. Да, ты еще не решил каким-то образом? Да, нет, нет, нет. Ну, за это... Потягаться нет? Это перебор. Мы не будем заниматься этой ерундой. Тем более они в Москве, а мы здесь. Но мы выпускаем летнее 31 безалкогольное, естественно. Значит, основные его отличия в том, что это, во-первых, пиво для большой компании. Раз. Потому что оно легче. То есть, потому что по зеленому 31 безалкогольному, конечно, были нарекания в плане того, что мы взяли, собрались, взяли этого зеленого твоего, и уже как-то хотели посидеть, поговорить, а уже как-то тяжелое оно. Да, уже как-то... Уже тяжеловато как-то стало. Как-то в другую плоскость немножко перетекает. Да, знаешь, потому что действительно содержание веществ большое, естественно. И плотность высокая достаточно, да. И людей, конечно, разморило, понимаешь, зеленого 31 безалкогольное вещество. А вот летнее, там содержание веществ меньшее, оно легче, приятнее, прекрасное, освежающее летнее безалкогольное пиво. И это первое. То есть, это для большой компании. То есть, его можно пить как раз компашкой. Но самое интересное, то, что мы все-таки тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу запустим его в трехлитровый тай. Вопрос уже решен. Окончательно или с поворотом? Вопрос решен окончательно, пакеты заказаны. То есть, это будут две полторашки с ручкой в фирменном пакете с рекламой этого самого летнего 31 безалкогольного. И стоит это будет дешевле, чем полторашка по отдельности. Совершенно правильно. Это еще и вопрос экономии. Мы попытаемся вернуть формат вот этих трех литров, на которые нам перекрыли кислород. Мы пытаемся этот формат вернуть. И вот теперь самое интересное. То есть, форма немножко другая, но смысл вот тут возвращается. Смысл сдержания одно и то же. И сейчас вопрос. Это ралли, насколько нам удастся вырулить. Потому что мы не знаем, насколько это будет востребовано. То есть, мы не понимаем этой аудитории. Вот честно, положив все руки нам на сердце, могу сказать, я не знаю, сколько продастся. Просто не знаю. Мы выпустим первую партию вот этих трех литровок. Дешевле, чем по отдельности, в фирменных пакетах, легкая. Для большой компании, это ясно абсолютно не для этого, предназначены, заточены абсолютно под это. В расчете на лето, действительно, который все-таки наступит, наверное. И будем таки посмотреть. То есть, если пойдет это дело, то мы дальше включим, что называется, печатный станок на всю катушку. По срокам можем сейчас конкретизировать? Когда уже непосредственно на прилавках? Начало мая. Начало мая это будет на прилавках. То есть, мы начнем рекламную кампанию на этой неделе. Ну, уже мы ее начали, раз об этом говорим. Да, мы ее фактически начали. И мы начнем на этой неделе методично, спокойно объяснять кировчанам, почему безалкогольная летняя 31 имеет смысл попробовать. То есть, и в газете, и в радио, и подберем еще какие-нибудь пару-труковеселых занятий на это время, да? Посмотрим. Вот мы это все начнем. То есть... Подожди, упаковка только эта будет? Два по полтора, либо 0,5 тоже будет традиционно? Нет, я сейчас сделаю страшную вещь, я тебе раскрою тайны производства. Это будет упаковываться вручную. Вручную? Вручную. То есть, на линии будут стоять специально обочинные люди, которые будут засовывать эти полторашки в пакеты, клеить эти ручки, паковать в поддоны, а потом это все будет уходить в магазин. В общем, это такой хендмейт в хорошем смысле этого слова. Это абсолютно хендмейт. Еще одну абсолютно коммерческую тайну, которую я думаю, что, ну, не знаю, имели я право, может быть, имею право, мы заработаем на этом безалкогольном пиве, ой, боюсь соврать, порядка 50 копеек. 50 копеек на упаковке в 3 литра. То есть, ни о чем. И это 50 копеек еще в самом лучшем варианте, то есть, без накладок, без логистики. Ну, как бы, какой-то люфт есть, но практически мы уходим в ноль. То есть, мы просто посмотрим, насколько людям понравится. Вот эта сторона нашего подхода мне очень нравится, потому что мы, вот как сам опрос мы проводили по поводу зеленого отрицательного безалкогольного, мы точно так же выяснили, что именно кировчанам понравится. Да, возьми водички. Да, безусловно, мы помним эту компанию, о ней говорили, да, в нашем эфире, когда зеленое безалкогольное запускали. И мы сделали именно то, что люди хотели. То есть, выпустили то, о чем они, то есть, то, что люди хотели. Сейчас мы предполагаем и по разговорам, и по собственному опыту. Какие-то, в общем-то, минимальные там вопросы мы делали, но не было такого масштабного исследования. Объясню, почему. Потому что, значит, вся коронавирус. Если бы не было самоизоляции, мы бы опрашивали людей. То есть, от нам оставался только телефон фактически, но мы не стали этого делать по одной простой причине. То есть, мы представим, ну, ситуация, когда человек сидит дома, ему звонят, а вот мы собираемся, а как вы относитесь? Ну, я не думаю, что у всех людей благожевательное отношение. А социальным сетям к чему не доверились? Ну, там... Социальным группам компании? Не шибко большой отклик был бы там. Это не так информативно, как телефон, допустим, или промоутер. То есть, остановили это дело. То есть, мы фактически сейчас попробуем. Если будет получаться, это мы увидим буквально за 3-4 недели, за месяц фактически, мы пойдем дальше. Ну, там отдельная песня, как мы это будем делать. Ясно. В общем, в начале мая начинаем. Да, начало мая это все дело распробовать. Совершенно правильно. Еще об одном юбилейном, да, праздничном сорте. Есть пару минут? Всего лишь? Да, пару минут. Ну, тогда остается нам только, да, согласен с Шнейдером. Значит, прекрасная новость заключается в следующем. Значит, вот мне очень понравилось, просто замечательно понравилось. Мы выпустили этот Шнейдер. Яд до самого последнего момента, хотя мне самому это безалкогольный русский имперский стаут, понравился чрезвычайно. Он очень милое, славное, приятное, вкусное, разнообразное, с букетом. Классное пиво. Безалкогольное, естественно. Великолепное совершенно. Поставили 150 скворечников, как кто-то шутил. Ну, то есть, это коробочки, в которых бутылочки. Мы имеем в виду, поставили на полке в магазине. Продали на полочке, 900 рублей это в ГОБОСе, в магазине у завода 700. Продались все, вот просто без исключения. Но, что мне больше всего порадует, отзыв на авиатском пивном клубе, который нас, в принципе, не очень жалует. То есть, там критика по поводу вяческих. Там прям зверство. Да, ну, не зверство, но как бы так нормально. Они втапливают, типа. Иногда очень больно читать эти страшные слова на авиатском пивном клубе. В общем, в этот раз они... А в этот раз нормально, рекомендую, прекрасно, качество, все. Ребята, мы сделали всех. Мы опять всех сделали. Вот так вот. И мысль следующая очень простая. То есть, у нас на носу постановка все-таки памятника Шнедера. Мы хотели бы сделать это массовым, но сейчас у нас отклад непонятный, не со сроками. Мы, скорее всего, сделаем это осенью все-таки. То есть, дождемся окончания этой всей ерунды, самоизоляции, со всеми делами, когда люди начнут возвращаться в какой-то жизни. Посмотрим, какой она будет. Мы откроем памятник у завода. Ну, как и обещали. Плюс 16 поставить можно там, не знаю. Возрастное ограничение мероприятия. Возрастное ограничение, обязанное, конечно. Вот. Мы поставим памятник, и вот этот русский имперский стаут безалкогольный, Шнедеровский, мы выпустим массово именно к моменту открытия памятника. Вот такой вариант будет. Пока такой задачи вот на данном этапе в эти дни не стоит. Я не то, чтобы... Лето отдадим. Мы обсуждали это. Летнему безалкогольному. Мы обсуждали это, но это темное. Это темное пиво, которое, безалкогольное, разумеется, которое выпускать летом, ну, оно пьется летом хуже. Другая все-таки атмосфера. Другая атмосфера, да. Другие у нас настроения, другое. Пытаться изменить людей во всем, да. То есть, поэтому это будет природочная Шнедера. Я надеюсь, что 0,33 там будет стоить, ну, хотя бы в районе 100 рублей. То есть, доступно по цене, по крайней мере. То есть, люди могут смаковать. И я надеюсь, что я сделаю... Я знаю, что покупатели его в общем объеме будут там 3, 5, 7... Ну, 7 это уже не будет. Ну, 3, 5% от общего рынка. Но мне настолько будет приятно видеть линейку Шнедера, вот этих элитных, вот этих сортов, которые можно дегустировать безалкогольные, естественно. Которые можно смаковать, как дорогое вино, да. Это будет совершенно прекрасно. Ну, вот как бы посмотрим, что сделать врач осенью, да. То есть, более конкретные сроки мы будем обозначать по ходу наших встреч. На лето мы видим летнее 31. Шнедер у нас появляется в продаже осенью. Ну, и все. Нет, не все. Мы продолжим через неделю, безусловно. Мы продолжим практически все. Я думаю, что нам никто не помешает, потому что не сможет помешать. Я очень надеюсь, да. Владимир Мамотов, пресс-секретарь компании «Ветч». Завершаем на этом наш разговор. До свидания. Крупный план.